Всем добрый вечер, рады снова встрече с вами и сегодня поговорим о пользе и вреде чая каркаде из суданской розы или как его еще называют гибискус чай каркаде. Название гибискус чай каркаде получил из-за его научного имени, а именно гибискус. Это растение семейства мальвовых, его родина считается Египет, еще в гробницах фараона находили эти растения, которые очень почитались среди знати. На самом деле гибискус это цветок, а чаем его называют в народе потому, что его часто заваривают, как обычный чай, но к чаю он не имеет никакого отношения, хотя будем называть его чаем, нам так ближе. Выращивают чай каркаде в Египте и Судане, именно эти сорта называются гибискус сабдарифа или суданская роза. Также гибискус произрастает в таких местах и называется как китайская роза, которая растет в Китае, сирийская роза, родом с запада Азии, Индии и Китая. Также растение можно встретить в Таиланде, Шри-Ланке и Мексике. Еще много разных видов этого растения существует, однако как чай используют только суданскую розу. Так из чего же делают чай каркаде? Что полезно в растении гибискус? Традиционно в чай каркаде, который оказывается в наших магазинах, попадают листья цветка. Однако кроме них в пищу можно употреблять стебли, листья, семечки, то есть они пригодны для питания. Также зафиксированы случаи изготовления местными отваров из корня гибискуса. Однако все кроме цветков остается на родине, так как мы пьем лишь чай из цветков. А жаль, ведь в остальных частях тоже немало полезных элементов, так что делают его или попадают в пакетики с надписью чай каркаде, именно цветки гибискуса. Разберемся с пользой и вредом чая каркаде, а именно его составом. В составе чая каркаде содержатся антоцианы. Это один из основных полезных элементов этого чая. Именно антоцианы придают напитку яркий красный цвет и кисловатый вкус. Они способны снижать риск развития рака. В нем содержится рутин, который повышает проницаемость наших капилляров и предотвращает их отломкости. В чае каркаде очень много витамина С, по количеству не сильно уступая шиповнику. Если кто не в курсе, то в шиповнике витамина С больше, чем в лимоне. Присутствуют такие микроэлементы, как натрий, калий, которые необходимы нашему организму. А также в самих лепестках содержится 12 аминокислот, 6 из которых являются незаменимыми. А из аминокислот строятся мышцы нашего тела. Пусть и не в таких количествах, как в традиционной пище, богатой аминокислотами, но этот факт тоже не будем опускать. Первое. Огромная польза красного чая каркаде является именно в содержании антоцианов, которые способствуют снижению артериального давления, расширяя сосуды. Также создается легкий мочегонный эффект, что тоже способствует снижению артериального давления. То есть его в первую очередь можно и нужно рекомендовать людям с повышенным артериальным давлением. Второе. За счет рутина улучшается прочность наших капилляров. Он не дает пропускать форменные элементы крови наружу, что очень важно. Ведь основная функция капилляров – это насыщать наш организм самыми полезными веществами из крови. И плюс ко всему они не эластичны, поэтому их сила очень важна. Третье. Благодаря витамину С полезно пить чай при простудах, так как во время простуд очень важно принимать витамин в достаточном количестве, чтобы быстрее идти на поправку. Еще витамин С нужен нам для поднятия иммунитета. Четвертое. Он обладает благотворным влиянием на мочеполовую систему. Поэтому каркаде однозначно полезен для мужчин, но пить его слишком много тоже не надо из-за легкого мочегонного эффекта. Пятое. Также гибискус обладает легким расслабляющим эффектом. Так что принимайте его после тяжелого трудового дня или чтобы снять стресс. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. При всех своих полезных свойствах чая каркаде суданская роза может нанести и вред. Давайте разберемся, чем вреден чай каркаде. При своем неоспоримом положительном эффекте, чем же может быть вреден красный чай каркаде? Первое. Чай не рекомендуется людям, обладающих язвами, гастритами, ввиду того, что при употреблении повышается кислотность желудочного сока. Второе. Также может быть вреден каркаде и при давлении и у людей, предрасположенных пониженному артериальному давлению, так как эффект данного чая снизит давление еще больше. Третье. Так как напиток обладает легким мочегонным эффектом, его не рекомендуется пить людям, у которых проблемы с мочевым пузырем. Четвертое. Категорически запрещено пить людям, страдающим мочекаменной болезнью. Пятое. Ну и естественно, нужно быть осторожным с чаем, если вдруг у вас есть аллергия. Очень частый вопрос встречается у девушек. Каркаде при беременности, его польза или вред? Однозначного ответа нет, ведь он может быть полезен или вреден, о чем мы говорили выше. Однако, если до беременности не было явных противопоказаний и они не появились во время нее. Каркаде при беременности полезен и его можно пить, но все равно смотрим за своим самочувствием. Однако, будущим мамам он помогает справиться с тошнотой, а у других, наоборот, вызывает рвотный рефлекс. Так что рекомендация одна – индивидуально следить за своим состоянием. Очень часто можно встретить слова, что напиток каркаде – это польза при похудении и даже существуют специальные диеты. Но похудение без смены привычного рациона питания – это миф, так как ни один продукт не может справиться с лишним жиром, если вы едите остальную пищу не вовремя и неправильно. Для похудения каркаде, конечно, поможет, но нужно еще правильное и сбалансированное питание из разного набора продуктов и физическая активность. Тему похудения без правильного питания раздывают либо люди, плохо разбирающиеся в ней, либо те, кто хорошо знает азы маркетинга и рекламы. Сами представьте, как чай может вам помочь, если вы еще на протяжении дня продолжаете есть жирную и сладкую пищу. Естественно, произойти сильного положительного эффекта не может, как бы люди не пытались это оспаривать. Естественно, если вы вдруг будете потреблять мало вредной еды и пить необычно полезный чайный напиток каркаде, то эффект будет достигнут не только за счет того, что вы пьете чай, а по причине снижения калорийности. Но этот эффект будет временным, если вы переусердствуете с этим вопросом. Я имею в виду урезание калорийности. Для правильной диеты, даже с каркаде, вам нужно сбалансированное правильное питание, а напиток из суданской розы будет хорошим подспорьем для того, чтобы выводить из организма продукты распада за счет его легкого мочегонного эффекта. Для того, чтобы правильно заварить чай каркаде, подходят как обычные известные нам методы, так и специальные рецепты. Например, самый традиционный – залить чай каркаде крутым кипятком, настоять 10-15 минут. Все готово. Так привыкли заваривать чай огромная часть населения не только нашей страны. На родине чая существует другой рецепт. Положить чай в кастрюльку или турку. Хватит двух чайных ложек на одну чашку. Залить горячей водой и довести напиток до кипения. Ждать в таком состоянии ровно 4 минуты 40 секунд. После чего переливаем отвар через ситечко или марлю в чашку. И можно пить. Однако, есть еще одно мнение, что заваривая суданскую розу горячей водой, снижается эффективность чая, ссылаясь на то, что при термообработке чай теряет часть своих свойств. Поэтому каркаде полезнее всего пить, приготовляя напиток немного иным способом, чем описано выше. Его нужно залить остывшим до комнатной температуры кипятком и настаивать два дня. В таком напитке будет раскрыт весь потенциал полезности чая. Итак, пользы от чая каркаде, а не вреда, мы получим лишь при грамотном и рациональном использовании на нашей кухне. Зная все его негативные и положительные качества, мы сможем использовать его с максимальной пользой для нашего здоровья. Я надеюсь, что данная статья вам поможет в вопросах, связанных с этим замечательным и древним напитком. Также рекомендую прочтению статьи о вреде и пользе чая с бергамотом, гранатового чая и свекольного сока. На этом на сегодня все. Всем добрых дел, всего доброго. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok